Налоговая служба республики начала рассылку уведомлений на уплату имущественных налогов за 2014 год. Их получат автовладельцы, собственники земельных участков и недвижимости. О том, что изменилось в этой сфере с прошлого года, в нашем материале. О том, сколько за свое имущество придется заплатить государству, россияне узнают в конце июня. Приблизительно в это время гражданам придут налоговые уведомления. Собрать налогоплательщиков в Чувашии планируется порядка 740 миллионов рублей. И по сравнению с прошлым годом в начислении имущественных налогов есть ряд изменений. Впервые в текущем году налог будет уплачиваться. Срок установлен 1 октября. Ранее, напомню, это было 1 ноября. Я думаю, самое горячее сегодня у нас, конечно, изменение, которое произошло, потому что оно самое свежее, которое состоялось 2 мая 2015 года. Это федеральный закон появился, номер 113 ФЗ. Впервые в этом году не будут формироваться уведомления, где сумма налога менее 100 рублей. Но это не значит, что данная категория налогоплательщиков не будет платить этот налог в дальнейшем. То есть по истечении трех лет, если сумма налога будет менее, но истегает три года, то есть в последний год эта сумма налога будет исчисляться и предъявляться. Имущество – это как раз та сфера налогообложения, где действует больше всего льгот. С этого года их станет меньше. Отныне льготу будут предоставлять только на один объект каждого вида. К примеру, если вы владеете двумя квартирами, льгота будет действовать только на одну. Кроме того, с 1 января 2014 года введен повышенный коэффициент транспортного налога на автомобили дороже 3 миллионов рублей. Проще говоря, прежняя сумма налога умножится на коэффициент величиной от 1,1 до 3 в зависимости от стоимости и возраста железного коня. Впрочем, переживать по этому поводу в республике придется немногим. Республиканская налоговая насчитала всего 134 дорогостоящих автомобилей у физических лиц и 85 у организаций. Ольга Пыречкина, Александр Петров, Республика.